Явка на голосование по поправкам в Конституцию за последние два дня составила почти 19,5%. Это больше 21 миллиона россиян. Данные приводит Центральная избирательная комиссия. Сегодня в стране третий день голосования, продлится оно вплоть до 1 июля. Выразить свою позицию можно как на избирательных пунктах, таких в регионе почти 2000, так и на дому. Организованы мобильные точки также во дворах. Эту форму голосования используют впервые. В Омске ее предпочли уже 70 тысяч мячей. Однако, как отметили в областном избиркоме, из-за погоды работу пунктов придется скорректировать. Если дождь, то мы не можем подвергать риску избирательную документацию. Понимаете, вот дождь попадает на бюллетень, а мы ведь потом этот бюллетень будем пропускать через так называемый комплекс обработки избирательных бюллетеней, через КАИП. И КАИП, если замочилось немножко и высохло, он так покоробился чуть, КАИП его потом выталкивает как недействительный. Мы рисковать не можем, поэтому может оказаться так, что в назначенное время не окажется этой передвижной группы. Нужно понимать, что на участке все работает. Изменился и режим работы избирательных участков. Перерывы на санобработку делать пока не будут. Ее проведут в течение всего дня. Голосуют омичи активно и на дому. Заявки подали уже 50 тысяч человек. Чтобы воспользоваться таким способом, нужно уведомить членов избирательной комиссии, подать документы в многофункциональном центре или на портале госуслуг. Сделать это могут все, вне зависимости от состояния здоровья и других причин. При этом для тех, кто соблюдает режим самоизоляции, предусмотрена бесконтактная форма голосования. Пакеты с документами и ящик для бюллетеней в таких случаях оставят рядом с дверью квартиры. У нас существуют индивидуальные пакетики, в которых мы прикладываем обязательно заявления на подачу, чтобы вышли, бюллетень, индивидуальная маска, индивидуальная ручка, индивидуальные перчатки и антисептическая салфеточка. Все, чтобы мы не прикасались с людьми. Также у нас мы вот одеты, все обработанные в индивидуальных перчатках, маски, которые меняем. Тем временем количество выздоровевших от коронавируса амичей сегодня вновь превысило число новых случаев заболевания. Излечились 79 пациентов, теперь таких 1785 человек. Под наблюдением медиков остаются около 2000 жителей области, проведено уже почти 200 тысяч тестов. В целом по стране также наблюдается положительная динамика. Заключение об отсутствии инфекции получили 9200 россиян. Новых случаев гораздо меньше – 6852. 750 из них в Москве, и это самый низкий показатель с начала апреля. Амичи смогут вернуться к тренировкам в фитнес-центрах. Они откроются уже 6 июля. Такое решение приняли на заседание оперативного штаба. Работать залы будут со строгим соблюдением санитарных норм. Между клиентами должна быть выдержана дистанция в полтора метра. Также сотрудники обязаны проводить регулярную дезинфекцию всех поверхностей. Откроются аж 6 июля и пришкольные лагеря, и с этого же числа амичи смогут отдыхать на летних верандах в кафе компаниями. Очередные послабления сделаны и для торговых центров. Теперь они могут работать и по выходным. Затем, как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Во всех регионах следят около 500 тысяч наблюдателей. В Омске на участках дежурят около 11 тысяч человек. Это представители общественных организаций и политических партий. Все добровольцы прошли обучение. На контроле не только процесс голосования, но и меры безопасности. Помогают и общественные организации, которые представили, с одной стороны, своих членов организации для того, чтобы включить наблюдателей. А с другой стороны, они предоставляют даже и другие услуги, например, по сбору и утилизации вот этих вот использованных средств индивидуальной защиты. Это тоже одна из проблем, которые решают общественные организации. Конечно, подобного рода движение, работу, общественную работу, необходимо только приветствовать. И пожелать, в общем-то, людям набираться юридического, где-то политического опыта, который, безусловно, и пригодится в течение нашей жизни, нашей деятельности в дальнейшем. Вели дистанционные уроки во время самоизоляции, работали в сниженом десанте и приводили в порядок скверы и парки на субботниках. Молодежный премий губернатор Александр Бурков сегодня наградил лидеров шести общественных организаций. Среди лауреатов руководитель ВУЗовского профсоюза, Центра по работе с детьми в Веселькуле и представители студотрядов. Награды активным имичам вручили в День молодежи. Вы прекрасно знаете, что в рамках проекта, нацпроекта образования президента поставлены высокие цели по вовлечению наших граждан в общественную деятельность. Мы видим сегодня, что вы умеете вести за собой людей, умеете сегодня убеждать, показывать своим примером, что можно достигать высоких результатов и убежден в том, что у нас с вами это все получится. На встрече губернатор обсудил проблемы и перспективы развития молодежного движения в Омской области, а также то, насколько активно молодые люди сегодня участвуют в голосовании. В первый день нашел время и вот после работы посетил избирательный участок, проголосовал за Конституцию. И я считаю, что это очень важно, потому что поправки, которые принимаемые в Конституции, в том числе подчеркивают вопросы важные для молодежи. Не только для старшего поколения, но для молодежи подчеркнутые вопросы воспитательной деятельности, значение воспитания в современном государстве и те возможности, которые будут у молодого поколения в будущем. Поправки в основной закон страны обязывают правительство поддерживать наших волонтеров и НКО. Я сама на протяжении нескольких лет занимаюсь и работаю с молодежью и волонтерами. И не понаслышке знаю, как это тяжело. Волонтеры, не жалея своего здоровья, не жалея своего времени, оказывают бескорыстно поддержку. Молодых избирателей на участках немало. Многие из них голосуют в первый раз. И тем важнее участие в этом историческом событии. Я считаю, что мой голос важен. И сегодня день молодежи, поэтому я решила проголосовать. При урочите дату голосования к сегодняшнему празднику решила секретарь Омского отделения партии «Единая Россия». Как отметил Юрий Тетянников, он много лет проработал в сфере молодежной политики. Сделать правильный выбор особенно важно для подрастающего поколения. От него во многом зависят будущие страны. Для меня очень важно, чтобы та конституция 1993 года была скорректирована именно на возможность все-таки суверенитета нашей страны. Сегодня Россия сама в праве выбирать свой путь развития. И никакое международное право не должно мешать в принятии тех законов, которые сегодня идут на развитие нашей страны. За 20 лет страна совершенно стала другой. И, наверное, нам сегодня важно выбрать этот путь, а не работать по лекалам 90-х годов. Выразил свое мнение и полномочный представитель духовного управления мусульман. Даулет Болтабаев отметил значимые поправки для всех религиозных конфессий, независимо от вероисповедания. Это укрепление духовных ценностей и сохранение культурного достояния России. Особая поправка Конституции – это сохранение культурного и духовного достояния нашей страны. Потому что языки и литература народов России, наши духовные школы, культура существования братства – это самое главное сокровищное достояние России. Поэтому мы должны это достояние не только чтить и охранять, но и укреплять. Из общежития в новую квартиру менять прописку после голосования отправится Ольга Ширяева. Женщина сегодня получила один из главных подарков – акции «Мой регион». О собственных квадратных метрах, говорит, мечтала давно. Улыбнулась удача и Виталию Иванцову. Он стал первым обладателем автомобиля. Ну а накануне сорвать куш удалось и жителю Тары Алексею Политаеву. Ему тоже досталась новая квартира. Продолжают получать избиратели и бытовую технику. Шансы на победу по-прежнему есть. О везунчиках и о том, как можно поймать удачу за хвост Екатерина Булучевская. Свой счастливый билет Виталий Иванцов уже окрестил подарком судьбы. Три недели назад Амич отпраздновал 40-летний юбилей. Говорит, и подумать не мог, что сегодня его поздравит сама госпожа Фортуна. На участок пришел без особой надежды на ценный презент. Однако вышло все иначе. Включи от вашего нового автомобиля. Поздравляю вас. Спасибо. Ждем вас на обслуживании. Всегда рады видеть вас в нашем салоне. Компактное внешне и просторное внутри. Водителю с многолетним стажем новая машина сразу пришлась по душе. Круто. Не ожидал. Хороший автомобиль. Как комплектация? Огонь. И все же голосовал, как уверяет, не ради подарков. На выборы ходит всегда. Говорит, шанс высказать свое мнение нельзя не использовать. Ну как не голосовать? Я же гражданин. Хотелось бы, чтобы наше мнение учитывалось. Поэтому ходим все, голосуем. У меня и близкие, и друзья все ходят голосовать. А вот как выглядит ее подарок, Ольга Ширяева увидит завтра. А Мичка – счастливая обладательница того самого билета с заветным словом «квартира». Говорит, вот так широко. Удача ей еще ни разу не улыбалась. Даже игрушки в автоматах вытянуть не удавалось. Когда сегодня шла на участок, искренне надеялась получить что-нибудь в подарок. Долго раздумывала у стойки и не прогадала. Вот почему-то захотелось вытянуть третий билет. Я его вытянула, когда стерла, я, конечно, не ожидала. Просто вообще. Я не верю. У меня была пауза, тишина. Я девушке говорю, квартира. Она говорит, не может быть. Она посмотрела, да, квартира. Она говорит, квартира. Все по сторонам тоже. Квартира, поздравляем. Вроде хочется и кричать, и вроде как бы я хочу помолчать. Я даже не могу писать. Это чувство здорово просто. Я счастлива. Переехать в новую квартиру Ольга хочет как можно скорее. Сейчас Амичка вместе с мужем живет в общежитии. Уже в понедельник встретится с юристами, чтобы оформить документы. И хотя ценных подарков становится все меньше, шансы получить один из них по-прежнему очень высоки. Шансы сохраняются абсолютно у каждого. Плюс вдобавок осталось примерно 38 тысяч подарков. Поэтому я уверен, что ажиотаж в массах будет сохраняться. Амичи в принципе очень активные. И я думаю, что эта акция не исключение. Я думаю, будет до самого конца сохраняться у нас спрос. Участие в акции займет не больше пары минут. Чтобы попытать счастье, достаточно обменять у волонтеров купон на сертификат. Заполнить заявку и стереть защитный слой. Пункт расположен прямо на избирательном участке. Екатерина Булучевская, Дмитрий Хромцов, 12 канал.